Здравствуйте, это мой пятый урок по Sony Vegas и в этом уроке я вам расскажу про то, что такое Pan и Crop если честно, даже не знаю, как это правильнее перевести, чтобы мне не кидались помидорами, что такое Velocity, скорость и управление параметрами Velocity Volume и другими Pan и Crop достаточно интересные вещи, которые помогают оживлять картинки и делать другие интересные вещи давайте посмотрим на примере нашей птички давайте, как обычно, уберем этот момент где уходит камера оставим вот так вот и давайте допустим, что нам требуется, чтобы камера от птицы не отдалялась нам надо показывать ее крупным планом вот эти вот 5 секунд реализуются это очень просто на ролике или на картинке справа есть такой значок Event Pan и Crop нажимаем на него открылось окно в котором мы видим наш текущий кадр вот эта рамка синяя это как раз наш кадр давайте посмотрим, что будет происходить посмотрите на окно предпросмотра что происходит при этом когда мы начинаем ее сужать происходит увеличение конечно мы можем взять и сделать нашу птицу вот так вот для того, чтобы то, что мы сделали сохранилось достаточно просто закрыть давайте посмотрим сначала у нас не совсем получилось то, что мы хотели потому что камера все же отъезжает от птицы просто начальное значение зума было больше а что если мы хотим, чтобы птица показывала такого же размера как вот сейчас и камера не удалялась для этого существует в Вегасе такая вещь называется кейфрейм да что ж она туда все время лезет находится она внизу этого окна и есть на многих других окнах вот здесь вот где написано позишн вот это время это длительность нашего ролика он идет 5 с лишним секунд что нам требуется в первом фрейме вот здесь вот где стоит точка размер кадра у нас будет вот таким а в последнем вот здесь сейчас здесь точки нет но как только мы начнем что-то менять она сразу же появится мы хотим, чтобы показывала нашу птицу скажем вот так вот Вегас это не значит, что вот здесь будет показывать вот так вот как в окне предпросмотра а вот здесь вот так вот Вегас автоматически будет потихоньку уменьшать отсюда досюда это изображение давайте посмотрим что получилось в конце камера даже приближаться сильнее к нему стало но это можно легко подправить это очень удобный и функциональный инструмент с которым достаточно часто будете сталкиваться и более всего удобно им показывать фотографии когда вы показываете просто статичную фотографию то она не очень интересно выглядит возьмем две фотографии что-то мало я их отобрал две фотки с цветами длительность показа фотографии 4 секунды мне кажется достаточно много будет достаточно и двух с лишним и посмотрим давайте попробуем добавить музыку чтоб хоть немножко повеселее стало что тут у нас есть но давайте вот эту гитару только сразу с музыки давайте посмотрим интереснее не стало а вот если добавить движение этим цветам то мне кажется картинка будет смотреться лучше нажмем здесь и поставим сразу в конец сделаем эффект приближения на цветок здесь же мы можем здесь же мы можем повернуть его вот видите появляется стрелка по кругу и немножко развернуть почему когда мы меняем размер этого кадра все стороны меняются пропорционально потому что у нас стоит настройка lock aspect ratio он блокирует этот фрейм так чтобы он не изменялся по высоте и по ширине а точнее изменялся пропорционально это первый цветок и второй цветок так же поставим в конец и чуть чуть повернем в другую сторону давайте посмотрим по моему так смотрится гораздо лучше то что мы здесь с вами выставляли кейфреймы это не значит что их можно ставить в начало или в конец мы легко можем выставить их в любом месте где нам надо давайте попробуем передвинуть вот этот вот кеймфрейм сюда допустим на одну секунду вот в этом месте создадим новый где уже будет изображение повернуто вот так здесь новый, где оно станет ближе здесь новый, где оно будет повернуто вот так и в самом конце сделаем чтобы все стало на свои места давайте посмотрим, как будет это выглядеть внимательно смотрите на превью видите, Vegas автоматически плавно все это меняет вот такой вот эффект и хочу сразу же на нет, не на цветах все-таки буду показывать покажу вам на вот на этом ролике тут у нас плывет корабль давайте немножко расширим дорожку чтобы лучше видеть вегасе предусмотрена такая вещь для увеличения или уменьшения в общем для управления скоростью просмотра для того, чтобы ее вставить, надо нажать пункт insert video envelopes event velocity у нас появилась зеленая полоска которую мы можем, цепляя мышкой, двигать вверх или вниз обратите внимание, что когда мы двигаем ее вверх увеличивается скорость воспроизведения и при этом появляется вот этот вот треугольник это означает, что воспроизведение с этого момента начнется сначала давайте попробуем сделать так, чтобы он встал как раз на музыку наконец и вот так вот ну почти угадали и посмотрим теперь с какой скоростью этим легко управлять, можно наоборот его замедлить отец спасибо за просмотр!